Полин, наверное, было бы неправильно спросить, в какой момент всё кликнуло к преподаванию, потому что, ну, если посмотреть на твою биографию, ты уже много рассказала, это к этому, наверное, подводило многое. Но у тебя же ещё есть шведский. Откуда? От музыки. От музыки. От музыки, да. Ну, у меня практически всё хорошее от музыки. Прекрасно. Очень много в жизни хорошего от музыки. И я прекрасно помню, что я в тот момент, как раз я закончила Ильяс, уехала в Германию, как раз когда я собралась быть звукорежиссёром, и там попала я, ну, немножко пораньше, попала на шведскую группу «Кент», которые пели на шведском. И меня это настолько захватило, я просто в какой-то момент поняла, что я не могу дальше жить, не понимая, о чём они поедут. Вот всё, я очень помню этот момент, я шла ночью по улице, слушав их в плеере, я поняла, что, ну, нет, невозможно. Просто всё, я завтра должна начать искать какие-то курсы, что-то с этим делать. Ты пошла на курсы? Да. Это был замечательный опыт обучения у носителя языка, который ничего не понимал и не умел. И на каждый вопрос она отвечала, ну, мы просто так говорим. Вот тогда у меня закралась мысль, что вот носитель языка не обязательно хорошим работодателем, там как бы есть нюансы, можно быть по-разному. Но вот так через группу «Кент» и через музыку пришла в мою жизнь Кандинавия. В Стокгольм я поехала первый раз в жизни, на сутки, сама, одна, я приехала свататься. Вот у меня было абсолютное ощущение, что я еду знакомиться со своим будущим мужем. Вот муж – это Стокгольм, да, что, ну, всё, мы уже по интернету, мы уже познакомились. Картинки посмотрели, да, картинки посмотрели, мы уже друг другу нравимся. И вот я поехала в Стокгольм на сутки понять, это он или не он. И я поняла, что это он, да, да. И через год, ровно через год у меня уже был билет в один конец. С такой случился. Но ты вернулась в Питер. Любовь. По любви. Love will take you places, как говорится, да. И замечательно. Да, появился замечательный мужчина, нынче мой муж. С которым вы уже много-много лет. Ну, много-десять. Не знаю, много-три-нет. Это правда много. Есть ли какие-то хобби, о которых мы не знаем? У тебя есть фиалки, у тебя немецкий и шведский. Кстати, можно ещё вопрос про языки? В каком состоянии сейчас, что ты с ними делаешь? О, они оживают, когда нужно. Это прекрасно. Сейчас у меня была очень показательная история с моим немецким языком, потому что примерно с 2007 года, вот я в седьмом уехала уже из Германии и уже не возвращалась туда как человек, который там хотел бы жить, уже только как турист. И мой немецкий начал порастать мхом все эти годы. И я так вот все эти годы говорила, что мой немецкий, он уже такой, он уже всё, он уже не беглый. Хотя я основной немецкий, то есть у меня был момент, когда я несколько лет работала устным переводчиком. То есть и, ну, там C1, C2 там гарантированно было. Я считала, что моего немецкого больше нет, а пока не наступил март 22-го года, и мне в первые дни позвонили или написали все мои немецкие друзья, люди, с которыми я много лет там, например, уже не поддерживала связь, люди, которым, так сказать, у меня поддерживала связь, опять-таки, группа фестгарда. Да, да, да. И получилось так, что я вот весь месяц, столько, сколько я по-немецки разговаривала, не разговаривала, предыдущие 15 лет. То есть просто в этот момент мы три часа по зуму с винишком разговаривали с очень важным для меня человеком. И я вышла, говорю мужу, говорю, я только что три часа по-немецки разговаривала. Я ни разу не... Ты сама удивилась? Да, не было такого момента, что мне пришлось бы на английский приходить. То есть как-то вот все-таки мозг переключается, и у него так раз-раз-раз-раз-раз, и вот начали подтягиваться какие-то вещи. Да, конечно, он совершенно не такой выразительный, как мой английский, совершенно не такой вот легкий, как английский. То есть когда я говорю по-немецки, очень понятно, что я уж точно не то, чтобы даже не носитель языка, но точно даже, потому что я не живу в Германии, например, я очень многих реалий не знаю, как они называются, все эти современные новые слова. Но я могу качественно и глубоко общаться на немецком языке с людьми, которых я хорошо знаю, которые очень приятные партнеры по беседе, и я считаю, что это очень неплохо. Ты несколько раз подтверждала свой C2 по-английскому. Можешь вкратце, как ты дошла до нескольких подтверждений C2? Ну, они же все были подтверждения на разные уровни шкалы. И когда я очутилась в Питере и пыталась себя заново пересобрать, понять, чем заниматься, у меня опять-таки был комплекс неполноценности, что английский у меня такой... Был язык, на котором мне всегда не хватало времени, потому что либо сначала немецкий главенствовал, либо шведский. Естественно, когда ты живешь в Швеции, понятно, какой у тебя основной язык, хотя, например, академические тексты и письменные задания я писала на английском. То есть у меня академический английский был лучше гораздо, чем мой повседневный английский. И когда я очутилась в Питере, я решила, что так, все-таки, значит, надо из трех выбирать что-то одно, и это одно делать своей основной специальностью. И я поняла, что, чтобы делать английский своей основной специальностью, его нужно довести до того уровня, чтобы он был на профессиональном уровне. И вот тогда-то... Ну, я уже к этому моменту что-то знала про кембриджские экзамены, но я поняла, что вот давайте шуру пилите. Что ты делала? Очень много самостоятельно занималась. У меня был преподаватель, ну, буквально там на пару месяцев, это было, ну, такое. То есть, по сути дела, там, немножко вот к СИИ немножко помогли, да, но это было просто обычное занятие по учебнику. И я СИИ тогда сдала на ЭИ, у меня было ровно 200 баллов, то есть это пограничное. То есть у меня уже там было написано С2, но я прекрасно поняла, что это 200, а шкала 200-230. То есть вот он, С2, он огромный. И, конечно же, у меня был азарт вот это вот всё пройти. И это у меня заняло несколько лет. Самостоятельная работа всё-таки. Да, то есть у меня не было наставника или учителя. Я много слушала, много погружалась в язык, много читала, преподавала, конечно же, но все мы знаем, что это немножко другое. Но когда я уже начала к СИИ-СИИ готовить, и сама готовилась к СИИ, конечно, это очень помогало, потому что все эти часы подготовки, которые ты затрачиваешь, чтобы с человеком... Я помню, как первые уроки СИИ были, ну, не знаю, 4-5 часов, я к уроку готовилась, потому что я всё как бы с нуля делала, сама во всём разбиралась, каждое слово копала в словаре, проверяла коллокации и так далее. Потому что это была гигантская работа, и она тоже, конечно же, мне помогла, и какое-то общение с носителями языка тоже присутствовало. Но меня этот опыт научил тому, что, конечно, обратная связь очень нужна. Но обратная связь даже в смысле какого-то наставничества. То есть мне очень важно поговорить с людьми, которые знают, умеют, делают, сделали уже больше меня, чтобы они мне немножко подсказали направление. А вот эта языковая сиделка, которая исправляет твою каждую ошибочку, которая говорит, ну, вот тут, вот тут, а тут вот так вот, да, тут вот артикль пропущен, да, или, ну, часто так вот, вот обратной связи бы, вот побольше, побольше, побольше. Ну, какой вы хотите обратной связи? Ну, чтобы вот ошибки мои исправили, да, зачем? И я ходячий пример того человека, у которого английский был вообще не основной. Вся база отсутствовала абсолютно, да, у меня тоже как бы были годы, когда у меня был такой комплекс неполноценности, что я действительно в какой-то момент брала учебники элементария, потому что я понимала, что я правила не знаю, да. И, тем не менее, я, это продукт постоянной практики без корректирования ошибок. И я поняла, что практика всегда круче исправления ошибок. Вот, это абсолютно на все 200. Я вижу, что исследование это в целом тоже подтверждает, что вот эта роль corrective feedback, то, что называется, по крайней мере, в говорении она очень сильно преувеличена, потому что если у человека есть какие-то закоренелые ошибки, это с его психикой надо работать, чтобы он себя учился контролировать, слышать и так далее. А вот для того, чтобы именно хорошо, красиво, бегло и правильно говорить, тогда просто говорить можно больше. Ты сказала, что ты 4-5 часов готовилась к урокам. Сейчас на курсе есть программа, которая каждый год отрабатывается, перерабатывается, переделывается, доделывается, улучшается. В какой момент, ну вот, все равно же, ты занималась сначала одна, у тебя было огромное количество работ, все больше и больше учеников. Когда ты поняла, что надо добавлять в команду людей? И мы выросли до такой достаточно большой школы. Да. Когда, я не помню, это было 18 или 19, наверное, 18 год, когда я объявила набор на свои курсы, и когда заявок оказалось такое количество... Ты помнишь, сколько было? Примерно. Ну так, вот я помню, что прошел вебинар о наборе, как это у нас всегда бывает. Я тогда работала вдвоем с Ирой Шибека, не было никакой команды. Ира больше администрировала. Да, Ира занималась пабликом, и вот как бы помогала мне совсем практически. Я помню, что вот мы провели вебинар, объявили, открыли анкету заявок, и мы просыпаемся в понедельник, и видим, что, грубо говоря, мы там ожидали, я сейчас не помню, ну там типа 10-15 заявок, а у нас их 100. И у меня вот такие глаза. Что ты так чувствовала? Панику. Панику, да. Панику, потому что я поняла, что я к этому была не готова. Я не понимаю, у меня нет ресурса вот это все переварить. И с этого момента было очень много разочарований, обид людей, которые не попали. То есть они все это восприняли лично. Поэтому каждый раз, когда мне кто-то подходит, говорит, ой, вы знаете, я вот там тогда-то подавалась, меня не взяли. Я вот так зажмуриваюсь, краснею, говорю, вы знаете, это вообще не про вас. Это не потому, что вы оказались недостаточно хороши, это потому, что я была не готова к этому. И мне было очень больно, тревожно, страшно. Конечно, это очень круто, да, когда вот к тебе такое количество людей хочет попасть, но когда ты не можешь, да, ты можешь, грубо говоря, взять 50 человек, а у тебя 300. Ну, что делать, что делать, как перед людьми, оправдаться. Тебе пришлось многим отказать тогда, да? Да. И год прошел вот с тем, как было. Да, да. То есть у меня все равно получился замечательный набор, это было очень круто, но я подвыгорела, потому что, во-первых, я взяла такое количество групп, да, человек, которые я не вывозила, мне все время казалось, что я все время на вопросы отвечаю, там что-то проверяю. Но когда ты делишь внимание одного человека на 50, каждому очень мало попадает, и каждый чувствует, что он обделен. И я поняла, что нет, так это не может работать, то есть с этим надо что-то делать. И у меня никогда не было амбиции, вот мы уже пару раз сегодня говорили про никогда, да, вот мое никогда было, и мне все говорили, ой, ну ты сейчас школу свою откроешь. Я говорила, нет, нет, я не хочу этого всего, это вот, я не умею там набирать людей, я не умею управлять командами, вот я нет, я буду сама по себе. Но это было тоже такое, ну это был вынужденный шаг, потому что я поняла, что, ну иначе, просто вот этот объем негатива, да, то есть объем людей, которые очень хотели, но не попали, он просто какой-то... И трости на какой-то момент просто обернется против меня, потому что у людей совершенно правильно есть некоторые ожидания, они хотят попасть на наш курс, но я не могу одна обучить всех. В следующем наборе ты взяла. Да, и тогда, ну да, это вот где-то у меня сейчас тоже уже путаются года, то есть тогда у меня появились темлиды, которых я потихонечку обучала и там записывала видео для них и для учеников, и это было все тоже так, ну сейчас уже можно сказать на коленке, потому что я не очень понимала, как это. Это не всегда было хорошо, это не всегда было качественно, потому что, ну, чтобы опять-таки, то есть брать команду, нужно обучать, нужно во все это инвестировать и вкладывать, а я еще была вот в этом очень тяжелом моменте, когда я все равно делала 80% работы, и мне еще надо было остальных обучать, контролировать как-то, да, то есть какую-то им давать методическую поддержку и рост и фидбэк, и вот уже когда мы сформировались примерно в том виде, в котором мы существуем сейчас, когда у нас было очень большое расширение команды, когда девочки... В прошлом году особенно, да? В прошлом году, да, уже как бы позапрошлый. Позапрошлый. Да, когда девочки были темлидами и прошли вот этот год стажировки, тогда все равно у меня было вот ощущение, да, что очень-очень многих надо поддерживать, направлять, но уже, то есть с меня, когда вот эта вот вся, 90% педагогической нагрузки, когда школа, это 90% все веду я сама, я понимала, что это долго не может продлиться, потому что невозможно делать все. И вот так вот мы потихонечку, вот эта вот комбинация, она так вот перестраивалась, 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 и сейчас, мне кажется, мы как-то уже устаканили тот формат, и главное, что я уже вижу, что действительно, там, в последние, там, 2-3 года мне уже на самом деле не стыдно за то, Только последние 2-3 года? Да, но на самом деле тоже, знаешь, вот ко мне там, например, там просятся какие-то там знакомые, да, уважаемые люди. Ну, во-первых, я всегда говорю, у нас есть процедура отбора, я все понимаю, но у нас действительно не было ни одного человека, которого вы взяли без интервью. Такого нет. Но я к чему это говорю? К тому, что вот они мне там 3-4 года назад просились, да, и я им говорила, нет, 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 нет. Ты не чувствовала готовности. Да, а вот сейчас, я уже говорю, а вот сейчас уже можно. Класс. Напоследок мне бы хотелось поговорить с тобой о личном времени, которое ты не уделяешь преподаванию, не уделяешь школе, потому что то, что ты говоришь, на самом деле это сложно очень представить. Это как будто бы в сутках должно быть 60 часов, чтобы все это успеть. Настолько в тебе много энергии, запала и всего того, чем ты фонтанируешь и что ты хочешь делать. Как насчет work-life balance на данный момент? Стало лучше, намного лучше. Щелкнуло, да? Щелкнуло. Я делала целую серию постов в своих личных аккаунтах. Я подробно рассказывала, как я пришла к моменту, когда я поняла, что я больше не могу так жить. Что со мной было, что я начала делать. И как медленно-медленно-медленно шестеренки начали крутиться в нужную сторону, что по любимому принципу маску сначала на себя, потом на ребенка. То есть я поняла, что если я сама не готова выдерживать это напряжение, то какой из меня директор, какой из меня лидер, какой из меня role model, все что угодно. Как ты сама должна быть в теле и духе? Что тебя перезаряжает? Физические нагрузки. Удивительно. Удивительно, да. Но под этим тоже прекрасное научное объяснение есть. Потому что есть прекрасная книжка Brain Rules Джона Медины, где rule number one – это exercise. То есть если вы не двигаетесь, вы не живете. И я, особенно в этом году, когда я именно регулярно тренируюсь, я поняла, насколько это важно. Притом не только, ну то есть разнообразные физические нагрузки. Иногда это может быть просто прогулка быстрым шагом, иногда это может быть пробежка, иногда это силовая, хорошая, силовая прям на целый час, или силовая такая быстрая с прыжками на полчаса. Всё важно и всё хорошо по-разному. Или плавание, сейчас я практически не плаваю. Потому что только так и прочищается мозг, только так ты и можешь погонять кровь и понять, что какие-то решения, какие-то идеи, они всегда приходят вот в этом расфокусированном состоянии. И напряжение снимается, потому что, ну, когда всё летит к чертям, накатывается, да, 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 и ты действительно, вот я вот в эти моменты, когда чувствую, что просто у меня всё бушует, я просто знаю, что мне надо доставать гантели и давай. И через час всё уже, ну не Будда, ну так уже нормально. Да, я помню тебя периодически, там, особенно осенью, там, ты только начала бегать, и ты вот с пробежки подключалась к планёрке, свежая, отдохнувшая, последушая, это правда, это правда работает. Ты как раз, когда мы начали говорить про тренировки, ты упомянула книжки, мне кажется, в отношении тебя невозможно не поговорить, потому что там сотни, сотни книг в год, и причём не просто, это невероятная литература, художественный научпоп. И до интервью я тебя попросила подумать о тех книгах, которые для тебя очень важны, методические, художественные, научно-популярные. Я не подумала, я сейчас буду импровизировать. Ну вот первое, что springs to your mind, чтобы ты сказала вот, что зрителям, которые, да, наши зрители близки к нам, да, потому что если им нравится нас смотреть, значит, они в чём-то, да, с нами, как бы, целят, ну, делят наши ценности, чтобы ты им рекомендовала прочесть. Давай начнём с художественной. С художественной литературы, господи, как же это сложно. Ой. Можно что-то необязательно то, что люди не знают? Сейчас, да, ну, вот что первое приходит в голову? Это can fall at the pillars of the earth, столбы земли. Сейчас я уже приобретая вкус к литературе, уже понимаю, что это хорошая билетристика, но это настолько хорошая билетристика, что это прекрасная иллюстрация того, что если это классно и интересно написано, вас может заинтересовать всё, что угодно. И я никогда не думала, что книга на тысячу страниц о строительстве готического собора в средневековье может меня увлечь настолько, что я начну по соборам, по готическим бегать просто как угорелая, потому что я никогда этим не интересовалась. Сейчас для меня это очень важная составляющая, по которой я, кстати, очень сильно скучаю, но я могу зайти в собор и выйти через 6 часов. Невероятно. Потому что я пока всё, всё не обсмотрю, там, в крипту не спущусь, значит, на шпиль не заберусь, вот тут всё не посмотрю, не потрогаю, не сфотографирую, не пойму, там, не на все экскурсии схожу, я тут не выйду, потому что я часто, когда мы путешествовали, да, я часто ехала не в город, а в собор. То есть мне надо было в собор посмотреть, а всё остальное, да, а, ну, что тут, значит, там, рыночная площадь, ага, тут какие-то домики, мы всё, поехали обратно, да, то есть это было. Честно, рассказываешь, что я, прям, я помню, что ты рассказывала про эту книгу, но это было так скользко, сейчас я понимаю, что, так, научпоп? Смотри, я только одну художественную назвала, она-то три. Да можно, давай дальше. Научпоп, ну, Харари мы уже просто так разрекламировали, Сапиенс, да, что все знают, что у нас уже курс очень хороший. Книжный клуб Сапиенс. Книжный клуб Сапиенс. Ну, Сапиенс, всё-таки, к счастью, это такой пример, который, когда очень хорошая литература становится очень популярной. На полках до сих пор, мне кажется, книжный. Да, то, что я бы ещё хотела прорекламировать, это, давай, две книжки возьмём. Первая, это Thinking Fast and Slow Даниэля Канемана «Думай медленно, решай быстро». Ну, русское название, но такое немножко попсово звучит, но это Нобелевский лауреат, психолог. Который в книжке на 500 страниц изложил практически все когнитивные искажения и всякие ловушки нашего мышления, с которыми мы сталкиваемся каждый день и постоянно. И эти ловушки влияют на то, как мы видим мир, как мы ощущаем его и как мы принимаем решения. Потому что я почему-то, когда впервые об этом услышала, я что-то представила себе, значит, каких-то там хедж-фонд, значит, этих менеджеров, которые там думают, куда им инвестировать, я думаю, ой, всё, это мне всё не надо. Но нет, мы же на самом деле, мы каждый день, там, каждую минуту какое-то решение принимаем. Что мне надеть, в какой ресторан мне пойти, там, ехать мне сегодня на метро или там взять свою машину и так далее. То есть вот эти все какие-то мелкие моменты, а уж я не говорю про более глобальные, когнитивные искажения на это очень сильно влияют. И Каннеман позволяет вот эти вот вещи отсекать. И хороший результат прочтения этой книги, это когда ты видишь ситуацию и говоришь, а, ну тут вот это, оп, тебе щелкает. Система 1, система 2. Так, система 1, система 2? Это я сейчас система 1 подумала, да, надо сейчас остановиться подумать, это вот потому что... Это мартышка моя быстрая? И действительно, это если это прочесть и переварить, это поменяет жизнь без преувеличений, потому что это поменяет ваше восприятие реальности в самом лучшем таком научном настоящем смысле. Полностью соглашусь, Полин, да. Книга действительно потрясающая. И вторая книжка, научно-популярная, Роберта Сопольски, «Биология добра и зла», по-английски «Behave», тоже очень толстая книга, очень насыщенная это тоже. И ту, и другую можно перечитывать хоть раз в год. Сейчас, мне кажется, особенно важно понимать природу зла и природу добра. И Сопольски это очень хорошо описывает, потому что, опять-таки, в такой народной мнении, что «ах, там гены, ах, гормоны, это вот он генетически, вот так вот, это у него там тестостерон подскочил, и он вот это вот сделал», или там ещё что-то. А Сопольски объясняет это всё в комплексе, как это на самом деле происходит, что действительно влияет, да, то есть где наше сознание, где наша воля, где наши гормоны, где наши гены и так далее. И, конечно, когда ты прочитываешь эту книжку, ты понимаешь, что ты всё не понимаешь, но ты немножко больше начинаешь это осознавать, это понимать, и это очень ценно. И он приводит как экспериментальные данные, так и исторические данные. Он же работал в Африке, да, долгое время исследовал? Да, да, как раз этих обезьянчик исследовал, да. Какие-то ужасные страницы человеческой истории он тоже приводит, объясняет, какие-то положительные примеры. И это точно та книга, которую стоит прочесть, чтобы немножко себе попытаться объяснить людское поведение, психику и какие-то, наверное, события нашего мира. И последнее методическое? Методическое, о боже мой. Мне кажется, у любого преподавателя, который тебя читает, у него точно есть скриншот, где ты эти книги выкладывала, но одна из которых ты очень любишь. Очень люблю. Я очень люблю Майкла Льюиса, лексический подход. Я, поскольку все его книги прочитала одно за другой, они мне все так немножко слились, да. Поэтому у него было три классических труда. Это The Lexical Approach, Implementing Lexical Approach и Teaching Collocations. Я их прочитала все разом в отпуске в Греции перед своим последним уроком Делты, потому что у меня как раз был урок по лексике. И Майкл Льюис совершенно очаровательно пишет, то есть это не что-то такое классическое, такое академическое. Ты либо становишься его фанатом, либо он отталкивает, потому что это не академическая проза в ее привычном состоянии, а это вот то, именно его подход, его такая философия, что ли, даже немножко где-то религия того, как он смотрит на язык и как он считает, что его надо изучать. И да, конечно, Хью Деллар, Эндри Уокли, да, у нас сейчас уже прекрасно второе, третье поколение адептов лексического подхода. Да, они очень круто, здорово продолжают его идеи, но вот это очень круто. А, еще у него есть, собственно, прекрасная книга The English Verb, которая немножко в стороне стоит, потому что она как раз там, как объяснять грамматику, как объяснять времена, да, ну, я не грамматист по духу, поэтому я немножко меньше этим занимаюсь. Вот, а вот его, наверное, да, ну, с точки зрения того, что на меня повлияло, вот я, наверное, вот эти три книги назову. Ты потрясающе рассказываешь о книжках, это правда, то, о чем можно сделать отдельное интервью, но, полин, последний вопрос. Да. Какая у тебя мечта? В твоей, вот, в твоей жизни человека на этой земле. Чтобы был мир во всем мире. Мир во всем мире. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе большое. Это потрясающее интервью. Спасибо. Спасибо, что нас посмотрели. Спасибо. Приходите к нам, к этому замечательному директору, замечательной команде. Полин, мне кажется, у нас получился потрясающий разговор. Спасибо тебе большое за то, что ты согласилась. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует...